Еще о пенсионерах. На этот раз новость приятная. Их ждет небольшая прибавка к пенсии. После индексации ее размер составит 16 400 рублей. Это приблизительно на тысячу больше, чем в прошлом году. Новость для автомобилистов. Из автосалонов машины начнут выезжать уже с номерами. Если раньше после покупки авто давалось 10 дней, чтобы поставить его на учет в ГИБДД, то теперь регистрировать новые машины могут дилеры. Автосалоны, которые прошли необходимые процедуры, смогут сами передавать документы в автоинспекцию, а потом вручать номера владельцам вместе с ключами. На вторичном рынке ничего не поменяется. Теперь у многих появится шанс не потерять свое единственное жилье. С 1 января вступил в силу закон, согласно которому микрофинансовым организациям запрещено подписывать договоры с клиентами под залог жилья или доли в нем. Ужесточатся требования и к самим микрофинансовым организациям. Например, их руководителями не смогут быть люди с криминальным прошлым. С 1 января вступили в силу отдельные положения закона об ответственном обращении с животными. К примеру, теперь запрещены контактные зоопарки. Дома нельзя содержать диких животных, а собак потенциально опасных пород нельзя выгуливать без намордника и поводка. Ловить безнадзорных животных жесткими методами тоже запретили. Процесс отлова будут фиксировать на видео. Бумажные и трудовые книжки уходят в прошлое. Точнее, начинается переход на электронные. До конца 2020-го этот эксперимент будет добровольным, а уже в 2021-м для вновь принятых на работу заводить бумажные и трудовые не будут. В 2020-м обувь должны маркировать. Это делается, чтобы контролирующие организации могли фиксировать передвижение обувной продукции по цепочке от производителя к потребителю и, соответственно, выявлять продажу нелегальной обуви. Начиная с марта 2020-го года маркировка обуви станет обязательной. С 1 января туалеты на вокзалах стали бесплатными. Решение приняла дирекция железнодорожных вокзалов. Всего в ее ведении находятся 344 вокзала дальнего следования в крупных городах. Татьяна Голубева, День Столком.